Меня зовут Дарья Карпа, я являюсь аналитиком Санкт-Петербургской биржи. И я предлагаю вам наш еженедельный обзор рынка акций глобальных компаний, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Итак, давайте подведем итоги недели прошедшей. Во-первых, неделя у нас закончилась хорошо, неделя закончилась в плюсе. Это четвертая неделя для американского рынка, которая была закрыта в плюсовой зоне. Если, в принципе, у нас еще не так, что называется, далека от нас память о негативной динамике, сложившейся в начале года, и поэтому ситуация, которая у нас наблюдается с середины февраля, когда рынок действительно растет, растет неплохими темпами, во многом должна немножечко давать позитивный настрой рынку. Однако, при всем при этом, отметим, что все еще до сих пор наблюдается та тенденция, что, к сожалению, за ростом рынка не подтягиваются соответствующие объемы торгов. Отсюда мы можем говорить о том, что все-таки спекулянты на рынке, когда у нас в минусовые дни активность повышается, все-таки в большей мере рынком имеют весть на рынок, и, в принципе, больше манипуляций совершают на рынке, нежели долгосрочные инвесторы закупаются. Соответственно, возможно, они не так смотрят, что называется, радужно на грядущий рост, как хотелось бы многим. Отсюда, в принципе, и пока определенные опасения аналитик, в принципе, определенные рыночные, прошу прощения, опасения, связанные с ситуацией. Все еще нефть очень сильно влияет на рынок, но на этой неделе к ней добавилась также и макроэкономическая статистика, не в такой мере, как, может быть, на неделе предшествующей, где она действительно имела колоссальный вес, когда выходила действительно позитивная макроэкономическая статистика по отдельным отраслям, если помните, но она также имела значение. Но все-таки на кончание недели, на четверг и на пятницу наибольшее влияние имело выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги, который анонсировал существенное расширение мер количественного смягчения на европейском рынке. Давайте с вами включим трансляцию рабочего стола и посмотрим на итоги прошедшей недели вместе. Так, смотрите. Это мы с вами посмотрим чуть попозже. Так, конфинвиз. По итогам прошедшей недели стало то, что индексы закрылись все три в плюсе. Соответственно, мы с вами это отметили. В наибольшем плюсе у нас остались Dow Jones S&P 500, NASDAQ остался в чуть меньшем плюсе. Соответственно, по S&P 500 и NASDAQ плюс составлял порядка полутора процентов. Тогда как по NASDAQ плюс у нас составлял около 0,7 процентов. У нас уже началась торговля сегодня на Америке. Кстати, отметим с вами, что американцы вчера произвели перевод часов. Соответственно, в Америке сейчас уже летнее время. На один час, соответственно, перевод был совершен назад. Таким образом, на Санкт-Петербургской бирже торги у нас сместились во времени. Торгуем мы теперь с 10 утра до 23 часов. Вместо 24, соответственно, 0 часов. Как это было ранее. Америка открывается, рынок оригинатор открывается в 16.30 вместо 17.30 прежних. Будьте внимательны к этому. Отсюда мы можем говорить о том, что у нас, как вы видели, Америка уже открылась. А по итогам прошедшей недели у нас, соответственно, плюс я вам анонсировала в прошедшей неделе. В пятницу у нас тоже был существенный плюс. По S&P 500 и по Dow Jones были зафиксированы наибольшие показатели с начала года. Соответственно, плюс по S&P 500 составил 1,6%. По Dow Jones 1,28%. По Nasdaq плюс составил 1,85%. В чем дело? В пятницу отыгрывались в первую очередь заявления Марио Драги по поводу количественных смягчений на территории еврозоны. В принципе, количественных смягчений от него, в принципе, так и ожидали. Но здесь меры, предпринятые Европейским центральным банком, оказались существенно большими, нежели этого мог кто-либо предполагать. Самые смелые ожидания были оправданы. Ключевая ставка в рамках еврозоны была снижена и так с минимальных уровней по 0,05% до нулевых отметок вообще. Депозитная ставка была снижена с и так очень низких минус 0,3% до беспрецедентных минус 0,4%. Также было анонсировано увеличение ежемесячных объемов приобретения облигаций на открытом рынке с мартовских значений в 60 миллионов евро до значений 80 миллионов евро уже с апреля месяца. Также было анонсировано 4 новых программы предоставления ликвидности банковской сфере, что также является одной из таких существенных мер расширения объемов поступления наличности на рынок. Соответственно, плюс, помимо этого, были также расширены списки акций, подлежащих покупке. Теперь ЕЦБ будет рассматривать в качестве объекта покупки инвестиционные бумаги инвестиционные облигации, облигации, номинированные в евро, а также небанковские корпоративные облигации. То есть существенно стал шире список облигаций, покупаемых на открытом рынке. То есть не только было произведено количество нарушения с точки зрения объемов, но и качественное нарушение с точки зрения того, какие облигации покупались. Благодоприобретателями в рамках пятничной торговой сессии были в первую очередь банковские компании. Это финансовый сектор американской экономики, который прибавил 2,7% в пятницу, и 2,4% прибавили энергетические компании за счет роста цен на нефть. Нефть выросла на более чем на 4% в пятницу. Из того, что следует еще оговорить, это, наверное, данные, вышедшие в пятницу. Так, давайте я открою календарь макроэкономической статистики. Вот он. Соответственно, на прошедшей неделе у нас выходили данные, связанные с экспортными и импортными ценами в пятницу. Они также имели определенное значение на динамику рынка. У нас экспортные цены упали на 0,4%, при ожиданиях по падению в 0,5%. Соответственно, у нас падение произошло меньше, чем ожидалось. Это позитивный фактор для рынка. Также у нас импортные цены упали на 0,1%, при ожиданиях по падению в 0,7%. Соответственно, тоже они вышли лучше, чем ожидалось по рынку. Надо отметить, что уже 8 месяцев подряд наблюдается снижение экспортных и импортных цен в Америке, что, в принципе, является достаточно негативным явлением в рамках общего ослабевающего фона на мировых рынках. И конкретно в Америке в том числе. Соответственно, это такие были локально позитивные новости, которые выходили по этому показателю. Они явились определенным тоже драйвером роста рынка. В четверг, когда, по сути, выходили как раз-таки данные, связанные с решением Европейского Центрального Банка, так скажем, отыгранное это не было в должной мере, надо сказать. Поскольку в большей мере на динамику рынка все-таки давила нефть, которая серьезно просела. Отсюда мы и видели, что в четверг на Америке отыгрыша должного не было. Там был небольшой плюс в пределах сотых процента по СНП-500, а NASDAQ и Dow Jones остались вообще в минусе. Отсюда у нас тоже были вот эти два дня, которые были определяющими для Америки. Они явились такими достаточно умеренно позитивными в районе нулевых отметок. В рамках всей остальной недели у нас был в минусе только вторник. Во вторник у нас повлияли на рынок данные, связанные с Китаем. Китайские данные зафиксировали снижение экспорта до довольно-таки серьезных отметок. То есть по экспорту в Китае он сократился на четверть за последний месяц, а импорт сократился на 13,5% за последний месяц. Соответственно, у нас в Китае происходит сокращение экспорта на протяжении 8 месяцев подряд, что также вызывает определенные опасения по динамике на территории Китая. И в принципе это навевало рынку очередной виток опасений, связанных с ослаблением ведущей экономики мира. Поэтому тоже очень сильно этот вопрос давлял на рынок. В остальном неделя была плюсовая, была достаточно хорошая локальная макро-климическая статистика. У нас выходили в среду данные по нефти, которые вышли достаточно хорошими по сравнению с прошедшей неделей. Запасы нефти, соответственно, увеличивались всего на 4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим значением в 10 миллионов баррелей. Соответственно, плюс было зафиксировано снижение предложения на рынке нефти, существенное сокращение на рынке нефти. Отсюда у нас, в принципе, фонд был в среду, когда выходила макро-климическая статистика, позитивный. У нас был зафиксирован плюс в пределах полупроцента, что в принципе достаточно неплохо. Что мы имеем в целом, в общем и целом по рынку? В общем и целом по рынку на прошлой неделе было зафиксировано то, что все-таки преимущества инвесторы отдавали акциям сохранительного характера. То есть на прошлой неделе лучше всех себя показали акции коммунальных компаний. Это плюс 2,2%. Отсюда, в принципе, и логичный вывод о том, что все-таки инвесторы не уверены в ситуации на рынке, поскольку закупаются сохранительными акциями, нежели все-таки более рисковыми инструментами. А это нужно принимать в учет. Также нужно принимать в учет то, что у нас на прошлой неделе большое значение имела нефть. Давайте откроем с вами нефть. Посмотрим, что с ней творится сегодня и что творилось на прошлой неделе. Нефть на прошлой неделе, в принципе, взяла курс скорее в сторону плюса. В прошедшей неделе у нас, соответственно, рост по нефти составил примерно от 37 до 40 долларов. То есть довольно-таки такой широкий диапазон в пределах 7% у нас был по нефти. За прошедший месяц у нас рост котировок нефтяных был зафиксирован в пределах 30%. То есть просадка, которая наблюдалась в январе месяце, у нас была более-менее нивелирована. Отсюда следует говорить о том, что у нас нефть очень сильно влияет на рынок и в целом многие настроения задаются именно ею. Как вы видите, сегодня у нас просадка по нефти составляет 3,5% и она спровоцирована новостями из Ирана. Дело в том, что на фоне общих новостей, связанных с тем, что многие страны ОПЕК, страны-экспортеры нефти, планируют сократить поставки нефти на мировой рынок до январских объемов. Иран, который недавно буквально вышел на мировые рынки нефти после того, как с него были сняты санкции глобальные, он не планирует сокращать свои поставки. Нет, ему это совершенно абсолютно невыгодно. Он планирует вырабатывать нефть на том же самом уровне до тех пор, пока выработка не достигнет 4 миллионов баррелей в день. Отсюда можно говорить о том, что предложение нефти на мировых рынках никоим образом не снизится со стороны этой страны. Она является достаточно весомым у игроков на мировом рынке. Отсюда, в принципе, и довольно-то существенное снижение, которое вы наблюдаете сегодня. Вот. Соответственно, что касается новой грядущей недели, то она у нас изобилует макроэкономической статистикой, нужно отметить. Сегодня является буквально единственный день, когда статистики нет совсем. Завтра и послезавтра будет куча-куча-куча макроэкономической статистики. Ее насыщенность подойдет к логическому завершению в пятницу. Соответственно, завтра и послезавтра у нас в целом для рынка очень важные дни, для американского в первую очередь. Поскольку завтра и послезавтра начнется очередной раунд заседания ФРС, комитеты по открытым рынкам снова обсудят возможность повышения процентных ставок. Но, как отмечается аналитиками, как отмечаются семьи и групп, она у нас предоставляет статистику вероятности повышения процентных ставок на заседании ФРС. У нас вероятность того, что ставка останется на прежнем уровне, составляет 96% отсюда. Скорее всего, ФРС никакие, что называется, кардинальные меры предпринимать не будет. Если мы посмотрим, то уже в апреле вероятность повышения процентных ставок составляет более 20%. А в июне это вероятность и того больше. То есть, соответственно, ближайшие два заседания – это практически гарантированное повышение процентных ставок, поскольку со временем зачастую эти показатели увеличиваются. Ну, по крайней мере, это на данный момент так. Что касается завтрашнего заседания, то здесь инвесторы будут скорее обращать внимание не на то, не на то, какую цифру поставит ФРС, а на то, какие прогнозы она даст. Соответственно, очевидно, Джанет Йеллен будет говорить о том, какова ситуация в экономике США на данный момент. Она обязательно отметит статистику отраслевую, которая выходила на прошлой неделе, которая действительно очень хорошая. И также, в принципе, расскажет о том, какого пути придерживается Федеральная резервная система и от Комитета по открытым рынкам в частности. Какого пути придерживаются они в рамках повышения процентных ставок. Отсюда это, в принципе, очень интересно послушать. Это решение будет принято и анонсировано в 21 час в среду. Отсюда можно ожидать в среду достаточно больших колебаний в ту или иную сторону. Соответственно, завтра, что касается завтрашнего дня, то завтра инвесторам следует говорить о том, что будут превалировать ожидания, связанные с тем, что же скажет ФРС, что же будет с рынком. То есть здесь ФРС, скорее всего, не будет анонсировать повышение процентных ставок. Но если все-таки захлестнут рынок ожидания аналитики и обзоров аналитических, связанных с тем, что экономика глобально замедляется, то здесь могут быть нисходящие движения. Сегодня мы уже это самое нисходящее движение наблюдаем на американском рынке. Вы видите, вот у нас все основные сектора в плюсе. В первую очередь, лидер падения – это сектор энергетики, поскольку у нас нефть находится под серьезным давлением. Мы видим, что у нас на данный момент индекс в минусе в пределах 0,20%. И у нас умерено такое негативное настроение сегодня. В какой-то мере, может быть, это инвесторы взяли с себя такую некую паузу после позитивной торговой недели. Или, может быть, это общий такой фон, связанный с нефтью. Скорее всего, это, так скажем, некий микс того и другого. Соответственно, нам сегодня следует ждать достаточно изменчивой торговой сессии, в общем целом, на американском рынке. Давайте отметим с вами локально несколько новостей, важных для американского рынка, которые имели определенный вес на котировке. Это новости, связанные с корпорацией Intel. Корпорация Intel объявила о начале процесса приобретения израильского стартапа Replay Technologies, занимающегося развитием виртуальной реальности в области киберспорта. Из этой сделки Intel планирует извлечь достаточно большие выгоды в рамках расширения своего присутствия в рамках сферы дополненной реальности. Соответственно, стоимость сделки насчитывает примерно 150-170 миллионов долларов. Также вышла новость по компании Newmont Mining. Newmont Mining планирует продать свой 20% пакет акций в золото добывающей компании из Австралии Regardius Resources. Компания, соответственно, была одним из крупнейших годоприобретателей Австралии в рамках увеличения цен на золото в последнее время. Отсюда это была одна из таких достаточно выгодных инвестиций для Newmont в последнее время. Однако в процессе реструктуризации своих расходов Newmont планирует избавиться от этих своих активов. Корпорация Yahoo также была на прошлой неделе активна на корпоративные действия. Yahoo объявила о подписании долгосрочного соглашения с NHL, с Национальной хоккейной лигой. Соответственно, в рамках этого соглашения Yahoo будет производить стриминг матчей NHL, которые проходят вне региона, в котором пользователи смотрят этот контент. То есть, если вы находитесь в штате Нью-Йорк в Америке, то он будет видеть все матчи, которые проходили за пределами штата Нью-Йорк за последнее время и, соответственно, и в реальном времени, которое проходит. Поскольку определенные телеканалы имеют эксклюзивные права на те же самые онлайн-показы матчей NHL в регионе локально. Отсюда это, в принципе, достаточно выгодное соглашение для Yahoo в силу того, что компания планирует долгосрочную программу расширения клиентской сетки своей. И этот сектор спортивного контента может очень серьезно этому способствовать. В принципе, по этому же пути идут многие-многие другие стриминговые сервисы, компании, которые этим занимаются. В принципе, такие как тот же самый Амазон, тоже как раз-таки нацеливает свое внимание на, в том числе, на киберспорт. Соответственно, что мы говорим о дне сегодняшнем? День сегодняшний у нас будет довольно изменчиво перерывистый. Как вы видите, у нас уже прошла свеча вверх. У нас день, скорее всего, будет умеренно негативный, нежели позитивный. Мы с вами ждем в среду, ждем накала новостей в середине недели. И мы ожидаем с вами выхода данных от Федеральной резервной системы по их решению по ставке. В принципе, это главная новость этой недели. Именно она будет у нас в центре внимания. Коллеги, если у вас есть вопросы, то я вам на них с удовольствием отвечу. Так, если у вас вопросов нет, так, добрый день, наш зритель. Если у вас есть какие-либо вопросы, то я вам на них с удовольствием отвечу. Если вы интересуетесь какими-то локальными акциями на Америке, то милости просим. Если же у вас нет вопросов, то мы вас ждем на неделе следующей. Расскажем вам о том, как прошло заседание Федеральной резервной системы. Это действительно очень важная вещь для американского рынка. Именно она во многом определит динамику торгов в течение ближайших буквально недель-дней. Соответственно, ждем заседания ФРС, смотрим, торгуем. Всего вам доброго.